Смотрите хроники неугомонного ёжика. Сегодня у нас 10 января 2018 года. Я только что вернулась из универа. Сдала единственный экзамен в эту сессию на отлично. Мне повезло с билетом, повезло с преподавателем. Преподаватель был мной очарован, назвал меня бойкой девочкой. Сказал, что всё у меня будет хорошо. Подшутил, но не знаю. Немножко так, что всё прошло легко и безболезненно. Ну, а я в связи с порой экзаменов у студентов, в связи с началом нового года, в связи с тем, что у многих сейчас много новых планов в голове наверняка, которые хочется побыстрее начать и реализовывать. Кто-то, может быть, как и я, ищет сейчас работу. У кого-то просто такие естественные порывы душевные в связи с началом года, начать что-то новое. Вот, и поэтому я хочу поговорить на тему стресса. Да, к сожалению, зачастую так бывает, что начало чего-то нового так или иначе сопряжено со стрессами. Как вы с ними боретесь? Мне очень интересно узнать ваше мнение, поэтому пишите в комментарии. А пока я расскажу, как справляюсь со стрессом я. Могу сказать, что я очень подвержена всяким стрессам, психологической напряженности, и мне очень легко вести себя, так сказать, раскрутить на эмоции. И психологические вампиры от меня много имеют добра для себя. Я могу это точно сказать. Поэтому я давно обратила на это внимание и стараюсь каждый новый способ, если где-то слышу или читаю, как справиться со стрессами, пытаюсь его применить в жизни. Самый первый и самый, наверное, такой простой и действенный метод, который вам предложат и психологи, и йоги, и личностные коучи, это дышать. Очень часто, когда мы находимся в стрессе, не знаю, замечали ли вы или нет, но я вас за собой очень чётко замечаю. Когда я нахожусь в стрессе, у меня сразу всё тело напрягается, и я начинаю дышать верхней частью лёгких. Из-за этого получается гипервентиляция лёгких и небольшое головокружение, что не добавляет уверенности в ответе и как-то ухудшает. И так не очень хорошее состояние, особенно во время сессии, когда я всю ночь не спал или не выспался. Неправильное дыхание, как я уже говорила, оно мешает везде. И в разговоре с публикой, или просто в разговоре, в важном собеседовании, подаче информации, дыхание очень важно. Но оно важно также и когда ваш организм, ваша психическая система находится в дисбалансе. Важно именно обращать внимание на дыхание, дышать глубоко, медленно, замедляя дыхание. Обычно помогает именно дыхание в несколько тактов. То есть да, это всё равно получается искусственное дыхание, но при этом я чётко рассчитываю количество счётов на вдох и количество счётов на выдох. Не получается такого, что я очень сильно вдохну, а потом минуту выдыхаю. И это ещё не помогает расслабиться совершенно. А вот дыхание в 4 такта, или для тех, кто занимается проноемой, дыхательными техниками, можно на 10 тактов, на 11, на 15, как ваша дыхалка позволяет. Конечно, чем медленнее дыхание, тем вы спокойнее становитесь. Это естественная психофизическая реакция. Именно поэтому в древности все вот эти йоги, которые в том числе сидели в медитации многие-многие годы, они именно занимались тем, что замедлили дыхание. Все вот эти физические упражнения, они были сопряжены с контролем над собственным дыханием. Как известно, дыхание, не зря говорят, что дыхание – это жизнь. Чем медленнее человек дышит, считается, что тем больше он проживёт. Тем медленнее бьётся его сердце, соответственно, сердечная мышца изнашивается не так быстро. Ну и у человека мало стрессов наверняка из-за этого ещё к тому же. Поэтому долгожители, они чаще всего имеют пониженное сердцебиение и медленное дыхание. Вот. Первый способ – это дышать. Второй способ – это поговорить с вдохновляющими людьми перед каким-то важным событием. Это могут быть друзья, могут быть ваши родственники. Главное – не замыкаться в себе. Я заметила, что если перед важным каким-то событием я отгораживаюсь от всех и пытаюсь сконцентрироваться, то это лишь ещё больше усугубляет моё внутреннее напряжение. Вполне возможно, что это моя индивидуальная характеристика. Для кого-то, наоборот, кому-то требуется одиночество, минутка, там, 10 минут наедине с собой, чтобы настроиться перед важным событием. Но это уже конкретно перед самим выходом на сцену или перед сдачей экзамена, подготовка, там, сколько, 10 минут, и сидишь у жены или нет с собой. Но когда это ещё за день происходит или за час до мероприятия, то, мне кажется, поддержка близких очень играет большую положительную роль, потому что вы можете поделиться своими страхами, своими сомнениями, с вами тоже поделиться своими страхами. Уже как-то не так напряжённо это всё ощущается, атмосфера разряжается сама собой. Ещё один действенный метод – это спеть песенку. Конечно, этот метод не всегда можно применить в живых условиях. Вы должны находиться либо дома, либо в пустом помещении, либо среди людей, которые не вытрашивают на вас глаза, что вы делаете, что происходит. Но, тем не менее, мне лично пение очень помогает избавиться от лишнего напряжения в теле и в уме. Я обычно пою что-нибудь мелодичное, что-то такое... Не тяжёлый рок, явно, и не попсовые песенки, а вот именно такое нечто мелочное, мелодичное, что успокаивает. Очень я люблю петь мантры. Мантра – это священный звук. В переводе с санскрита означает «освобождение ума». Это некие повторяющиеся наборы слов на санскрите или звуков даже отдельных. Комбинация звуков, которые вы много-много раз повторяете. Обычно минимальное количество повторений, требующееся для гармонизации внутреннего состояния, для гармонизации пространства – это 108 раз. Можно больше. И это тоже очень помогает. Мне кажется, секрет этого метода, именно с мантрами, ну, в принципе, с любой музыкой, с любым пением, как и в любой другой психотехнике – это настройка на определённую вибрацию, на определённые ритмы. Вы выравниваете свой неровный, вот этот вот нервический, хаотический ритм, который у вас установился внутри в результате стресса, путём внешних каких-то усилий. Либо это дыхание в несколько тактов, либо это повторяющийся набор звуков, ритмичные какие-то повторяющиеся мелодии. И, само собой, вы тоже, психика ваша тоже вписывается в этот ритм, и вы успокаиваетесь немного. Ну, и самый действенный метод, как ни странно, но самый сложный, этот метод бьёт в корень. Единственное, о нём легко говорить, но его очень сложно применить в жизни. В чём он заключается? Чаще всего мы стрессуем, выходим из себя, злимся, нервничаем, когда очень сильно привязаны к какому-то результату в будущем. Вот у нас есть цель, и мы видим себя только победителями на пути к этой цели. и не готовы принять никакой другой исход событий. И в этом кроется огромное насилие. Я хотела сказать ошибка, но на самом деле это не ошибка, это просто установка ваша, которая вредит и нашему уму, и нашему внутреннему состоянию, и через это опосредованно и нашему организму. И единственный способ от этого выйти из этого круга, это действительно абстрагироваться от себя, своего эго, своего сознания, своих чувств и своих желаний. В особенности от последнего, от своих желаний. И позволить Вселенной вести вас в нужном направлении. Довериться потоку, как говорят эзотерики, довериться руке Вселенной, пусть она вас возьмёт за руку и отведёт куда нам. Ведь установка на позитивный исход у вас уже есть, у вас уже есть цель. Всё, что остаётся, это отпустить и позволить свершиться тому, что должно свершиться. Как говорится, перед смертью не надышишься. Эту поговорку придумали мудрые люди, которые имели в виду, что уже перед самым-самым моментом, когда начать что-то делать, когда пришла пора реализовывать свои планы, нужно всё отпустить. Отпустить вожжи и предоставить реальности, воплотиться в жизнь. Иначе, если вы будете бояться, если вы будете трястись постоянно над результатом, цепляться за какие-то конкретные схемы мёртвой хваткой, то вы себя изнасилуете и окружающие пространства изнасилуете, энергетически я имею в виду, конечно. И, в конце концов, может всё пойти не так, как вы планировали. И в большинстве случаев в жизни всё идёт не так, как мы планировали. И поэтому, когда у вас жёсткая установка на результат, то вы именно цепляетесь за все эти шероховатости, за все возможные отклонения от заданного курса, вы воспринимаете как личную трагедию. Тогда как человек, который пофигистично в меру ко всему относится, вот, получится, хорошо, а не получится, ну, ну и ладно. У того больше шансов гладко и безболезненно, и быстрее, может быть, даже в каком-то смысле, дойти до цели. Очень часто так бывает, что, когда мы чего-то не хотим, это нам достаётся вот просто на раз. И секрет в этом режиме пофигит на. Я его включаю вот так. И в этот момент я говорю себе «стоп», останавливаюсь и начинаю задавать себе вопросы. Вопросы такого свойства. Что произойдёт, если вот это вот моё желание не исполнится? Или что произойдёт, если получится то-то и то-то? Если это не связано с каким-то желанием, если это связано с какой-то вашей работой, ну, или с какими-то конкретными вещами, которые не укладываются в схему, что произойдётся, если желание не исполнится. И потом честно на них отвечаю, то есть представляю в деталях все вот эти провалы, представляю все эти страхи, которые исполнились наяву, и проживаю их, переживаю их в деталях, со смаком, со вкусом. То есть все вот эти падения. Чувствую себя полностью там облепанной грязью, сидящей в луже, с ободранными коленками. Вот, или провалившись на экзамене, или вокруг людей, которые меня не ценят, не любят, и говорят всё-таки всякие гадости, и критикуют. Вот это всё прохожу мысленно. А затем говорю такую фразу «Вселенная». Я готова принять всё, о чём мы сейчас с тобой говорили, но при этом я буду очень рада, если и такой-то, такой-то сценарий для вас наилучшенное, выгоднейшее. Вы проговариваете про себя, представляете эту картину, представляете, как счастливы полностью, сдали этот экзамен, у вас всё получилось, вас признали, вам дали первый приз, вы победили, пришли первым не на марафоне, ну, или там получили кучу денег, заключили выгодную сделку и так далее. То есть главное выйти из этой медитации, небольшой импровизированной, на позитивном всё-таки ключе, и негатив, он, вы его приняли как один из возможных сценариев, но всё-таки утвердили тот сценарий, который вам бы хотелось видеть в реальности. Вот это всё про делов. Я ухожу и от того, и от другого сценария, то есть нужно всё-таки выйти за пределы этого круга и встать в какое-то нейтральное место где-то сбоку и наблюдать дальше за развитием событий. Обычно это получается вместе с упражнением на дыхание. И это, знаете, непередаваемое ощущение, когда действительно получается абстрагироваться от собственных установок, мыслей, эмоций, хотя с эмоциями работать намного сложнее, особенно со стрессовыми эмоциями, когда вы действительно... когда реагирует ваше подсознание, а не уже сознание. С сознанием вы можете отойти уже в третью точку и наблюдать, и быть спокойным совершенно, но ваше подсознание диктует вам какие-то привычные реакции, которыми вы привыкли оперировать с детства. К сожалению, с этим работать не так просто. То есть всё равно полностью транквилизировать себя у вас не получится этими методами. Это нужно очень много-много работать над собой и, возможно, применять этот метод и совершенствовать его в течение многих лет. Я сейчас нахожусь на таком этапе, когда я могу сознанием выйти за пределы влияния каких-то негативных установок или стрессовых ситуаций, но эмоционально я ещё пока не достигла этого уровня. Поэтому говорю, что это работает на уровне головы, но на уровне эмоций со мной вот это не работает. Всё равно, как мне присутся, колёнки, как мне ваше плана, в лицо как мне. Но уже зато легче, чисто в интеллектуальном смысле не давлеет, не чувствует вины, если что не так идёт, не стыгмом не становится. Вот это основные четыре метода, с которыми я хотела сегодня своём поделиться. Пишите комментарии, ставьте лайк, присылайте свои истории стрессовых ситуаций, как вы с ними справлялись, как вы потом отходили. Кстати, интересно также послушать, увидеть, прочитать, что вы делаете после того, как стрессовая ситуация миновала, как вы себя отпаиваете, откачиваете. В общем, пишите, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч! Пока-пока!